Всем привет! Сегодня я научу вас ставить ключевые кадры в капкате или капкуте. Я называю капкут. Добавлять эти кадры необходимо для того, чтобы получить наезд или слежку за объектом. Делать мы это будем на компьютере, потому что на телефоне, наверное, уже все знают, как это делать. Открываем капкат, капкут, добавляем какое-либо видео. Вот я уже добавила. Такому причин для вас, верикам. Чтобы добавить ключевой кадр, нам нужно обязательно щелкнуть на видео. То есть вот так у вас здесь ничего не будет. А если щелкнуть, то появится вот такая менюшечка. И здесь нужно нажать на вот этот ромбик. И у нас в итоге как бы все ромбики автоматически включаются. Вот у нас здесь появился ключевой кадр. Этот ромбик, тот самый. Этот первый ромбик, это у нас исходное положение кадра. Вот оно. Как бы, да, ничего не меняется. Вот как бы, как и было, так и осталось. Теперь нам нужно совершить наезд, чтобы он получился. Вот, допустим, нам нужно вот до этого момента, чтобы был наезд. Вот до этого, пока он не повернулся. Зверек наш. Вот мы нашли этот момент. Возьмем опять ромбик. И выбираем уже положение, которому из исходного положения будет передвигаться кадр. Я, например, хочу, чтобы он приблизился вот максимально, ну не максимально, но близко. Вот сюда. Все, как бы мы поставили ключевой кадр второй. И у нас теперь будет от исходного, вот от этого положения, двигаться все к тому кадру, который мы выбрали вот во втором ключевом кадре, да. То есть у нас получается, вот, из этого ключевого кадра все пошло-поехало. У нас получился наезд. Вот он остановился и как бы в таком же положении и остался, в котором мы выбрали. Мы также можем поставить здесь ключевой кадр и приблизить еще ближе. Например, вот так вот. И у нас получится в итоге вот такая картина. То есть у нас ключевой кадр меняется. К другому переходит точнее, да. А потом мы еще добавили. Опа. Вот так получается. Далее, как делать слежку за объектом самостоятельно, если не применять ничего автоматического? Мы берем, например, вот видео. Вот мы взяли. Здесь у нас кот или кошка идет. И мы хотим, например, сделать слежку за этим котом. Он у нас появляется сразу практически. Мы ставим ключевой кадр. То есть мы опять нажимаем на видео. У нас появляются опять эти ромбики, опять это меню. Нажимаем на ромбик. И меняем наше положение. Это мы нашли. Вот он у нас. Да. Мы прям приблизим максимально. Вот он здесь кот наш. Вот он пошел. И нам нужно за ним следить. То есть вот. Допустим, он до середины дошел. Ставим ромбик. Следующий ключевой кадр. То есть делаем так, чтобы он был по центру, наш кот. Вот, дальше. Опять он убежал. Опять ставим ромбик. Ключевой кадр. И передвигаемся опять за котом. Дальше он идет. Опять ключевой кадр ставим. Опять передвигаемся за котом, чтобы он был в центре. Дальше идет. Опять ключевой кадр. Опять мы его по центру ставим. Дальше кот идет. Еще ключевой кадр. А, он уже дошел. Все. И он ушел. Теперь посмотрим, что из этого вышло. Мне самое интересное, что из этого вышло. Немного криво косу все сделала, но посмотрим. Видите, у нас камера идет за котом. Немного у меня, конечно, криво вышло. Если сделать это все, конечно, поровнее, то будет лучше немного выглядеть. Я это сделала в тропях. Чем больше ключевых кадров, тем точечнее и плавнее будет движение слежки вот этой за объектом. Как-то так, друзья. Надеюсь, это видео было вам полезно. Я не смогла найти подобное видео на ютубе, поэтому решила, если я узнала, как это делать, я поделюсь этим с вами, с теми, кто тоже, возможно, как я, искал ответ на свой вопрос. Поэтому вот. Ставьте лайк, если помогло. Просто ставьте лайк, мне очень приятно. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok